Всем привет ребята! Сегодняшнее видео будет посвящено SSD накопителю M.2 поддержкой NVMe. Моя материнка не имеет разъема M.2, также она не имеет поддержки NVMe. То есть в BIOS нет этого драйвера. Данный диск с помощью вот такого переходника. Но установить на него систему я не смог пока. Не сделал апгрейд BIOS и не добавил в него драйвер. Во многих материнках это очень сложно сделать и это практически в некоторых невозможно, потому что существует защита. В общем танцы с бубном, будь здоров. Есть второй метод, о котором я сейчас как раз таки хочу рассказать вам. Значит для этого нам понадобится программа Acronix, диск директ. Понадобится нам накопитель. Что важно знать? Обязательно накопитель должен быть в формате MBR. Итак, значит следующее. Отделяем свободное место делаем. В районе 4 гигов нам, думаю, достаточно будет. Ну давайте 5 сделаем. Можно сделать вот так. Циферку 5. Окей. Применить. Продолжаем. Также нам потребуется программа UltraISO и некоторые файлики. Итак, вот мы получили свободное пространство. Из него нам нужно создать раздел. Базовый, да. Выбираем именно не перепутать. Теперь здесь мы выбираем файловую систему FAT32. Ставим галочку основной. Основной активный. Завершить. Нажимаем кнопочку применить. Всегда после каждого выбора действий нажимайте применить, чтобы не было косяков различных. Так, у нас осталось свободное пространство. Мы его можем изменить и вот таким вот образом нажать применить еще раз. Чтобы у нас на диске не было различных пустых мест. Итак, хорошо. Диск мы создали. Он у нас является файловой системой FAT32 на 5 гигов основной активный. Здесь с помощью диск директа мы уже больше делать ничего не будем. Итак, в системе у нас должен появиться этот диск. Да, вот он появился на 5 гигов диск. Он так и будет. Так, значит, открываем его. И следующее, что нам нужно. Нам нужно UltraISO. Сюда нам нужно добавить образ системы, файл, открыть. У меня лежит на рабочем столе. Открываем образ системы, помечаем все файлики, нажимаем правой кнопкой мышки, извлечь. И указываем наш 5 гиговый диск с нашей буквой. Он у нас с буковкой G. Вот мы выбираем его и извлекаем в него операционную систему. Операционная система извлечена. Она появилась на диске. Дальше UltraISO можно закрыть. Следующее. У меня операционная система Windows 10. Есть папочка с программкой, которую нам нужно извлечь в этот же диск. Извлекаем. Заменить в папке назначения. Заменить. Далее запускаем файлик boot.isq.exe. Он открылся у нас файлик. Здесь нам нужно выбрать диск, на котором мы делали этот раздел. Это у меня является Plextor 128. Дальше жмем процесс MBR. Выбираем галочку вторая сверху. Жмем Install. Сохранить на диск. Ок. Закрываем. Закрываем. Закрываем все. Дальше. Этот диск у нас является основным активным. Во время запуска загрузку в BIOS нужно выбрать данный диск как загрузочный. После этого с него начнется установка. И сейчас я вам продемонстрирую. Итак, ребята, если все сделали правильно, то у вас должна появиться загрузка и начаться установка операционной системы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...